Всем привет! С вами Наталья Мханёва, канал Всё Сразу. Сегодня 12 июня 2021 года. И мы опять в парниках. Много сегодня накопилось дел с нашими помидорами, огурцами, баклажанами. Но в первую очередь мы занимаемся удобрением для этих культур. А удобрять мы будем зелёным удобрением. Что у нас здесь? Двухсотлитровая бочка, вода. У меня это крапива и редиска, ботва от редиски. И да, конечно, все вы подумали, что если этим поливать, то запах стоит... Кто с этим знаком, конечно, знает, что запах стоит ужасный. Мало того, что он даже через перчатки уедается в кожу и потом очень долго сохраняется. Но в том году случайно у одного блогера я увидела хорошую подсказку, чтобы не было запаха. Этот блогер, голова садовая, тётя Таня, она подсказала. Перед тем, как перемешать всё это в бочке, нужно добавить несколько капель валерьянки. Не бойтесь, коты со всей округи не сбегутся к вашей бочке, потому что они тоже не любят запах травяного настоя. Даже с валерьянкой, потому что здесь очень маленькое количество. Я наливаю примерно пол чайной ложки, тщательно перемешиваю и иду поливать маленький лайфхак от головы садовой, которым мы пользуемся. Запах, конечно, остаётся, но он не такой въедливый. В помидорах, парниках, кабачках и огурцах у нас всё та же самая работа. Мы обрезаем пасынки, мульчируем снизу. Пасынки я уже убрала. Мульчировать сейчас только буду. Огурчик тоже мульчироваться у нас будет, так же, как и перчик и баклажанчики. На этой стороне справа отходов парник. Сегодня только была убрана последняя редиска, поэтому замульчирована только стенка, которая ближе к поликарбонату. Эта сторона будет мульчироваться сегодня. На средней грядке у нас светофторы устойчивые. Кто помнит более раннее видео, сажала их вообще. Но не думала, что вообще хоть что-нибудь выживет. Маленькие-маленькие. Рассада совсем не хотела у меня расти. Тем не менее, активно цветут все. Кроме вот эту здесь раз, два, три, четыре пасынка я посадила этих же сортов. Не знаю, как у кого, у меня пасынки у помидора растут в самом низу от корней. Только-только вроде убрала. Сверху маленькие пасынки, а снизу огромные сразу. Ну и с краю у нас здесь огурчик живет, который нас радует. Сорт мурашка и картошка, которая уже зацвела беленькими цветочками. Не знаю, что это за сорт очисток был. Ну, скоро будем есть картошку. Ну, в общем, пасынки убраны. Осталось убрать травку и замульчировать все ровным красивым слоем. Ой, я там помидорку увидела. Помидорки пока такие маленькие. Их немного, буквально, может быть, с десяток, не больше. Баклажан-алмаз начинает давать бутоны, но пока не зацветает. Бутонов много. Пришел в себя и начал прям активно-активно расти после первого мульчирования. Алмазики наши один и второй, конечно, тоже подросли после мульчирования. Но пока мне они не очень нравятся. Последняя редиска выдрота в парнике. В открытом грунте растет понемножку. Ну, извиняюсь, что показываю ее в неприглядном грязном виде. Как есть. Вот хотела отдельно показать вам в старом парнике помидор ультраскороспелый. Сколько много у него цветочков и уже пошли первые завязи. Видно будет, не видно? Маленький помидорчик. Как бы его словить? Вот так вот видно. Раз, два, три, четыре маленьких завязей. И очень много цветочков. Прям этот помидорчик. Не знаю, как он будет вызревать, как он будет к фитофторе. Болеть, не болеть. Но пока такой, несмотря на то, что маленький, очень обильно цветет. Ну что, замульчировали помидорки. Если видно уровень бутылки, то, конечно, в районе бутылки поменьше, чтобы не поджарить наши помидорки мульчой. Потому что она все равно греется. А в стороне от бутылок, в стороне от самих помидорок слой побольше. Вот прям горочки. А около помидорок поменьше. Так же и здесь везде. Здесь, наверное, наглядно будет видно. Около помидорки мало, а вокруг прям горочки. Но до крапивы я еще не дошла. Которую тоже надо убрать. Как я уже говорила в прошлых видео, обязательно защита. Чтобы, если близко будет, из бутылок защита. Чтобы не поджарить наши растенишки. Ну, в принципе, что сейчас осталось у нас. Все замульчировано, подвязано, защита везде стоит. Теперь осталось хорошо пролить. И приходить только пасынки убирать. Я пасынки стараюсь убирать через день примерно, чтобы они не вырастали большие. А раз в неделю, когда мульчирую, соответственно, тщательно проверяю все пасынки вверху. И, как я уже говорила, особенно внизу. На этой оптимистичной ноте буду заканчивать свое видео. Обращаю ваше внимание, что видео снято в Московской области. Здесь сезон дождей. Помидоры получают много влаги. Поэтому поливать я их вообще практически не поливаю. Только удобрение и мульчирование. И, соответственно, после мульчирования один пролив. Дожди нас заливают каждый день. Сегодня в кои-то веки не было дождя. Зато комары одолели. Все. Всем пока. До скорой встречи. Всем добра. А еще, чем мне нравится, мульчирование свежей, скошенной травой. Именно той, которая скошена именно сегодня. Смотрите, с какой скоростью у мурашки собираю свои манатки. Именно на средней грядке, вот на этой, которую я вам уже сегодня 10 раз показывала, было очень много муравьев с яйцами, с гнездами, там я не знаю с чем. Совсем подряд. И вот буквально, пока я замульчировала, они уже почти все убежали. Осталась, ну, осталась, короче, маленькая часть. Завтра к утру они все уйдут. Они не любят свежескошенную траву. И не любят, когда их обильно поливают через свежескошенную траву. Чем я конкретно сейчас и занимаюсь. Конечно, они вернутся через пару недель, если не мульчировать. Но пока мы будем отдыхать в этом парнике от муравьев и мурашек. Так, итог всего этого видео. У нас тут птички поют очень сильно, очень громко. Чтобы вот эта вот смесь, вот это удобрение не воняло, когда вы им поливаете, нужно добавлять немного валерьянки. Ну, а чтобы не бегали муравьишки, которые вон уже убегают, нужно класть мульчу или мульчировать землю. Вот теперь точно всем до новых встреч!